Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Да что ж такое, уже сорок минут к ним едем, ворчал Тимофей, сидя за рулем машины скорой помощи. Поранилась там барыня какая-то, глухо отозвался двадцати восьмилетний Виталий. Уже несколько лет он работал фельдшером и всякого навидался. В тот день их вызвали в коттеджный поселок. Им пора свою больницу открывать, чтобы мы не мотались. Пока мы едем обрабатывать ей ранку, как сказали при звонке, у кого-нибудь может случиться инфаркт. И не говори, поддохнул Тимо, эти богачи совсем обнаглели. По долгу службы Виталик ценил каждую секунду в своей смене. Он любил работу и желал искренне помогать людям, но некоторые пациенты его поражали. Он уже мечтал поскорее отделаться от этого пустякового происшествия в виде царапины на руке и приступить к чему-нибудь более важному. Виталий не понаслышке знал, что каждая секунда дорога для спасения жизни. В этом он убедился три года назад, когда приехал на ДТП. Пьяный мажор врезался в маршрутку, «Саша?» — потеряно проговорил Виталий, видя в числе пострадавших в аварии и свою супругу. «Саша!» — кричал он, заставив коллег растереться, а затем скорбно опустить голову. Искалеченное тело Александры несли на носилках мимо. Она оказалась в самом эпицентре удара и получила травмы, несовместимой с жизнью. «Родная, открой глаза! Прошу, посмотри на меня!» Виталий рухнул на колени рядом с Сашей и обхватил лицо руками. «Милая, очнись! Прошу, не бросай меня, пожалуйста!» Позже мужчине рассказали, что Саша отошла в мир иной всего за пару минут до его приезда. Медики были не в силах ей помочь. Супруги не успели попрощаться. Услышав это, Виталий завыл у тела жены, не стесняясь никого вокруг. Его боль была невыносимой. «Виталик, друг, вставай!» — трогали его за плечо коллеги. «Здесь место аварии. Отойди в сторону. Вот, выпей!» Смерть Саши стала для Виталия настоящей трагедией. А ведь они планировали ребенка, сдали все анализы. Ужасы аварии не раз пробуждали мужчину среди ночи, повторяясь в его голове. Ничто не могло помочь ему обрести спокойный сон и перестать винить себя. Кошмары преследовали его каждую ночь в течение года. Близкие удивлялись, как Виталик вынес это испытание. «Разве ты мог на это как-то повлиять?» — утешал его Тимофей. С ним Виталий сдружился почти сразу, как познакомился. «Ты не всемогущ. Во всем виноват тот мажор. Это его действия погубили Сашку, не твои». «Но кто-то же должен ответить!» — злился тот. «Кто-то должен понять, что я чувствую. От меня просто оторвали кусок. Наживую, без анестезии. Я не могу без нее, понимаешь?» «Ты так угробишь себя. Завязывай с этим». Виталий больше не мог допустить мысли, чтобы связать себя с другой женщиной. Он не замечал никого вокруг и игнорировал знаки внимания от прекрасного пола в больнице. «Так и умрешь одиноким», — попрекал у Виталика мать, глядя на его несчастное лицо. «Дай хоть до внуков дожить, а то ведь помру. Негоже мужчине в твоих годах ходить в холостяках». «Мам, опять ты начинаешь. Не могу я об этом думать. Не могу. В моем сердце только Саша». Машина скорой помощи остановилась перед огромными воротами трехэтажного особняка, поражавшего своей красотой. «Дворец-то какой! Тут что, цари живут?» — цокнул языком Тимофей. «Нам так не жить», — хмыкнул Виталий и, взяв в руки чемодан, приготовился приступить к работе. Мужчины пересекли ухоженный двор, покрытый плиткой. Звук их шагов эхом разносился по площадке. Навстречу вышел мужчина лет тридцати с уложенными назад темными волосами. На его руке поблескивали дорогие часы, а сам он пах элитным парфюмом. — Идемте скорей! — вместо приветствия сказал Дмитрий и махнул рукой. — Моя невеста поранилась. Нужно сделать перевязку. — Что случилось? Как это произошло? — перешел к делу Виталий. — Эта растяпа поранилась осколком о зеркало! — раздраженно бросил Дима, торопясь к парадным дверям особняка. — У нас завтра церемония бракосочетания, она умудрилась себя изуродовать. — Неприятно. — Ладно, посмотрим, что там у вас. Постараюсь сделать все как можно более незаметно. В просторной, стильно обставленной комнате Виталик увидел Анастасию. — Здравствуйте, меня зовут Виталий, я ваш фельдшер. Показывайте свою ручку. — Наконец-то вы приехали! — воскликнула возбужденная молодая женщина. — Она не отличалась манерами от своего жениха. — Два сапога пара! — решил Виталий. — Сидите спокойно, сейчас немного пощиплет! — предупредил он и стал обрабатывать несерьезную рану на предплечье. И ради этого пустяка они мчались в такую даль! Виталий заметил, что Дмитрий зачем-то топчется рядом и вздыхает. — Ваша невеста в порядке, не стоит так переживать! — успокоил он мужчину, и тот почему-то вздрогнул. — Вот отлично, пойду проветрюсь. Анастасия тоже не могла спокойно усидеть на месте. Поначалу Виталий решил, что пара просто нервничает из-за предстоящей церемонии. Он и сам помнил, как это бывает. Только никто из хозяев дома не спешил встречаться с ним глазами. — Готово. Не трогайте повязку, завтра сможете сменить на пластырь телесного цвета, чтобы было не так заметно. — Спасибо, мы вам очень благодарны! — порлепетала Настя и тут же отвернулась. — Это все? Вы не могли бы больше нас не задерживать? Виталий едва сдержал ухмылку. Он видел разных пациентов, и таких наглых богатеев, как Анастасия, он тоже встречал. Общаются с врачами скорой, словно с прислугой. Мужчина понимал, что скандалить не имеет смысла. Такие обычно имели связи во всех сферах и могли запросто надавить на начальство Виталий. А он не спешил терять работу из-за своей несдержанности. — Конечно, уже ухожу. Только где у вас ванная? Виталий правильно отгадал комнату и взялся за ручку двери. — Нет! — вдруг взвизгнула Анастасия и подбежала к нему. — Не трогайте, там… там ремонт, очень опасно. Я по глупости зашла туда за кремом и вот что получила. Не хочу, чтобы и вы травмировались. Теперь Виталий точно понимал, что Дима и Настя что-то скрывают. Слишком подозрительно себя вели. Нервы, вздохи, настороженность. Он понимал, что эта парочка явно занималась чем-то плохим. — Ладно, ладно. — Виталий поднял руки, словно сдаваясь под напряженным взглядом Анастасии. И тут до его уха донесся странный стук. Стук был своеобразным. Поначалу Виталий не понял его значения, а потом его осенило. Это Витя с Букоморзе. А именно, известный всем сигнал СОС. Он вновь прислушался и убедился, что не ошибся. Настя и Дима что-то скрывали. Анастасия поняла все по его глазам и набросилась на мужчину, чтобы оттолкнуть от двери, но тот устоял. — Кто там? — закричал он. — Кого вы прячете? — Не твое дело! — прошепела женщина. — Убирайся! — Дима! Дима, сюда, скорее! — завопила Ана изо всех сил. Виталий решил, что другого шанса у него не будет. Он схватил за руку ту, что совсем недавно лечил, и отбросил в сторону. Резко распахнув дверь ванной комнаты, он обмер. На полу лежала незнакомка с кляпом во рту в виде какой-то тряпки. Руки ее были связаны за спиной, русые волосы красные от крови. Уходя утром на работу, Виталий никак не ожидал, что окажется замешан в каком-то криминале. Он застыл, потому что невольно вспомнил аварию с Сашей. Но теперь он вовремя. Он сможет ее спасти, и ничто ему не помешает. — Дима! Дима, он нашел! — вновь заорала Анастасия, и тогда мужчина очухался. Первым делом он включил рацию, что висела у него на груди. — Тима, срочно вызывай полицию. Здесь преступники держат в заложниках женщину. Это не шутка, давай, действуй. Валерий почувствовал резкую боль в затылке. Настя не нашла ничего лучше, чем огреть его вазой со спины. Но он оказался крепким, и к ее удивлению устоял. — Вами займется полиция, — пригрозил он, держась за ушибленное место. — Не думайте, бежать, хуже будет. Виталик присел перед катающейся по полу пленницей и вытащил кляп из ее рта. — Слава Богу! Развяжите меня, прошу! Развяжите, больно! — Потерпите, я сейчас. Не дергайтесь, вы только сильнее травмируете себя. Я врач, и не причиню вам зла. — Спасибо вам, спасибо! Ольга вцепилась в плечи своего спасителя, словно утопающий хватался за соломинку. Виталий не пожалел для нее объятий и крепко прижал к себе. Ее сердце бешено билось, и это ощущалось. Оля смотрела на свою обидчицу, что замерла посреди комнаты. Она поняла, что ей не отвертеться. Тимофей вызвал полицию, а бегство не сыграет ей на руку. — Ну что, попалась дрянь? — просипела Ольга, откашливаясь. — Я хозяйка дома, — повернулась она к Виталию. — Эти двое хотели меня убить. Скорый приезд сотрудников полиции позволил поймать обоих преступников. Дмитрий сопротивлялся аресту, но у него не было преимущества. Тимофей нервно курил на улице и отвечал на вопросы для протокола. Он впервые оказался в столь невероятных обстоятельствах. Подумать только, если бы эти идиоты не додумались вызвать врача из-за пустяковой царапины. О страшной участи Ольги никто бы так и не узнал. — А вы похожи, — заключил Виталий, разглядев Настю и Олю. Вскоре всех участников происшествия отвезли в полицейский участок. С Ольгой сняли побои, взяли анализы, записали показания. Началось следствие. Виталий вернулся к привычному ритму жизни. Он не любил встревать в чужие дела, но отчего-то заинтересовался судьбой Ольги. Он ощутил, что ответственен за нее. Поэтому еще в день первой встречи попросил у нее номер телефона. Ольга была не против участия неравнодушного доктора. Она ощущала поддержку, которую ей оказывал Виталий. — Так какой у них был безумный план? — спросил он при встрече в кафе. Они решили увидеться на нейтральной территории, где ничто не напомнит о неприятных событиях. — Дима, — запнулась Ольга, сдерживая грубое ругательство в адрес бывшего жениха. — Мало того, что он мне пудрил мозги и не любил никогда всерьез, так он еще и убить меня собирался. Меня представляешь? Конечно, сама виновата, повелась на его скромность. Поначалу он ведь не знал, что мне от покойных родителей по наследству перешло все их состояние. Точнее, я думал, что он не знал. В полиции его промурыжили и заставили сознаться. Продолжила рассказ Оля, отпив немного кофе. Оказалось, что Дима с этой своей Настей давно вместе. Они брачные аферисты и знали о моем состоянии с самого начала. Дима только притворялся, разыгрывал все чувства, а я, дура, поверила. — Не ругай себя, — прервал ее Виталий. — Ты недоверчива это, а он тебя обманул. — Да, ты прав, — горько улыбнулась женщина. — Только исход все равно один. Так вот, Дима добился моего расположения, очаровал, сделал предложение. Мы готовились к свадьбе, и я была такой счастливой, а он за моей спиной замыслил убийство. — Они не люди и заслуживают сурового наказания. Должно быть тебе очень страшно после осознания, с кем ты жила все это время. — На самом деле, я теперь всего шарахаюсь в собственном доме. Не могу надолго оставаться одна. Извини, что жалуюсь тебе на все, но ты единственный, кто был там и знает, каково это. — Я не могу доверять другим людям. Все друзья ходят вокруг, вынюхивают подробности, но я знаю, что они смакуют эту историю, — с досадой вздохнула Оля. — В их сочувствии нет искренности. Для них произошедшая всего лишь остросюжетная история. А ведь я могла умереть, если бы не ты. — Я не мог иначе. — А какую роль играла Анастасия в этой истории? — уточнил Виталий, не понимая наглости Насти. Ведь она представилась ему невестой Дмитрия. Значит, была уверена, что их подлый план сработает. — Она притворялась мной. — Как ты заметил, между нами есть внешнее сходство. Дима хотел избавиться от меня и жить припеваючи в доме моих родителей. Настя специально сменила цвет волос, подкорректировала нос с помощью пластического хирурга и стала по-другому одеваться. Они знали, что у меня больше нет близких родственников. Увидев их вместе, посторонние люди бы не поняли, что вместо меня с моим мужем шагает фальшивка. — Да, эта парочка действительно безумная. Как можно пойти на убийство ради денег? Никогда этого не пойму, — вздохнул Виталий. Ему хотелось как-то утешить встревоженную Олю. Теперь она заново училась быть собой, простить предательство, привыкнуть к одиночеству. Ольга понизила голос, прежде чем заговорить снова. — Такие ни перед чем не остановятся. Когда ты им помешал, они оба так на тебя смотрели, просто уничтожали взглядом. Хорошо, что мне тогда удалось ранить эту стерву осколком зеркала, когда они меня в ванной закрывали. В больнице коллеги заметили, что Виталий часто отсутствовал при дружеских разговорах. Больше он не был активным, не вступал в споры, не шутил. Все чаще мужчина проводил время наедине со своим телефоном. Невероятный случай свел его с Ольгой, которая охотно поддерживала общение. — Ну, колись, кто она? — толкнул его в бок Тимофей. — Неужели та самая богачка? Виталий промолчал. Ему не хотелось трепаться о своей симпатии Коли. Он давно уже позабыл ощущение легкости и счастья. После смерти Саши он испытывал только страдание вину. Виталик считал, что больше никогда не сможет кого-нибудь полюбить и что кто-нибудь полюбит его самого. — Молчишь. Значит, все-таки она. Что же она нашла в таком скромном парнишке, как ты? — рассмеялся товарищ, подтрунивая. — Сам не знаю. Да между нами ничего и нет. Просто дружеское общение. Но Виталий привирал. Ему не хотелось оставлять Ольгу ни на секунду. После того, что с ней случилось, она не чувствовала себя в безопасности в собственном доме. И ему, как мужчине, хотелось оградить ее от этих переживаний. Виталий стал частым гостем в шикарном особняке. Он бродил по комнатам и никак не мог сориентироваться. — Спасибо, что пришел, — приобняла его Оля у порога. — Проходи. Ты голоден? Я как раз собиралась ужинать. — А я не с пустыми руками, — улыбнулся Виталий и протянул ей упаковку лучших эклеров из любимой кондитерской подруги. — Боже, что ты делаешь с моей Виталий? Я же собиралась сесть на диету. — Да не нужны тебе эти глупости. Ты выглядишь просто шикарно. Тут же протестовал гость. За ужином они обсуждали все подряд. Разговор лился легко. Никто не контролировал речь, не думал о смысле сказанного. У Виталия и Оли оказалось много общего. Оба любили читать в свободное время, лошадей, вождение. — Не могу поверить, что тебя взяли из детского дома, — поразился Виталий. Ольга показывала ему фотоальбом своей семьи. — У тебя глаза приемной матери, а улыбка на отца похожа. — Не зря говорят, что мы становимся похожи на тех, с кем тесно общаемся. Вы стали настоящей семьей. — Да, мои родители были хорошими людьми, и я всегда считаю их родными, — делилась Оля. — Все говорили, что мы похожи, поэтому и подозрений не было. Как сейчас помню, как нас выбирали. Это напоминало модельный кастинг. Обеспеченные люди выбирали себе ребенка, полагаясь на многие аспекты. — Вас просили пройтись по ровной линии или что? — смеялся Виталий. — Почти. — улыбнулась ему хозяйка. Обращали внимание на осанку, зубы, на манеры. В детском саду многие были сорванцами. А когда к нам приходили очередные опекуны, дети сразу становились паиньками. Каждому хотелось иметь собственных папу и маму и получать персональную любовь. Воспитатели у нас были хорошие, но этого все равно недостаточно. Мне тогда просто повезло обратить внимание на себя. Виталий был иного мнения. — Пусть ты жила роскошной жизнью, но именно из-за состояния твоих родителей чуть не погибла. Тебя пытались погубить мошенники. Не знаю, можно ли называть это огромным везением. Теперь ты всегда похожа под прицелом. Никакой другой родни у тебя нет. И в глазах конкурентов ты легкая мишень. — Да, ты прав в чем-то, — кивнула Ольга, соглашаясь. Но мои родители никогда не обижали меня. И я не жалею, что была их дочерью, даже если мне выпало такое испытание. Мне жаль, что они скончались так рано, не увидев, как я выйду замуж. Они мечтали о внуках и искали мне хорошего человека в мужья. Без них я мало что могу, даже повелась на афериста. Нет во мне никакого чутья, — поникла женщина. Виталий не сразу осознал, как их спонтанные неловкие встречи с Олей становились частыми и такими желанными. Оба не могли расстаться надолго, постоянно созваниваясь и переписываясь в сообщениях. Месяцы значительно сблизили друзей. Они начали скучать, если оба утопали в работе. Спонтанные перекусы, просмотры фильмов или разговоры до глубокой ночи стали привычными. — Не хочу, чтобы ты испугалась того, что я собираюсь сейчас сказать, — однажды завел разговор Виталий. После сытного ужина друзья лежали на удобном диване в его квартире и пытались посмотреть кино, постоянно отвлекаясь на реплики. — Мы никогда не обсуждаем то, что между нами, но, я думаю, уже пора. Ты заметила, что я к тебе очень расположен. Ты мне не просто симпатична, ты мне очень дорога. Я благодарю небо за то, что оно свело нас. После того, как Саше не стало, я не думал, что посмотрю на кого-нибудь так же, что я буду по кому-то скучать, кого-то хотеть. Ты изменила меня, заставила снова мечтать. Я хочу, знать, чувствуешь ли ты то же самое. Оля смотрела на Виталия спокойно, хотя сердце ее бешено колотилось. Она давно заметила, что ее интерес к мужчине перерос во что-то большее и боялась этого. Полюбить вдовца было страшновато. Виталий так искренне и с любовью отзывался о покойной жене, что ей казалось, что он никогда не впустит в свое сердце новую женщину. — Я рада, что ты это сказал, — призналась Оля севшим голосом, еле сдерживая слезы. — Мне мало того времени, что мы проводим с тобой вместе. Мне ужасно грустно, когда ты уходишь. Я хочу с тобой быть постоянной. Думаю, это любовь. Теперь я по-другому взглянула на свои отношения с Димой. Тогда я заблуждалась и не видела очевидного, но с тобой все по-другому. Я уверена, что мы должны быть вместе. Признание сделало счастливыми обоих. Теперь они могли без стеснения брать друг друга за руку, обниматься и целоваться на глазах у прохожих. Люди провожали их улыбками, а кто-то даже по-доброму завидовал, вспоминая дни собственной молодости. Теперь влюбленных разделяли лишь часы работы, после которой они мчались навстречу, чтобы прижаться друг к другу. — Не хочу расставаться с тобой ни на секунду, — шептал Виталик на ухо возлюбленный. — Я хочу прожить с тобой всю жизнь. Оля, ты станешь моей женой. У нее от этих слов перехватило дыхание. Она всегда воображала этот момент особенным. Поддержка в виде друзей, кольцо, букеты, лепестки роз под ногами. Но ей было достаточно простых слов, без лишнего пафоса. — Конечно, конечно, да! — ответила Ольга и коснулась губ Виталия своими. Подготовка к свадебному торжеству отнимала все свободное время у женихая невесты. Они не предполагали, что будет так сложно разобраться во всех тонкостях, о которых они даже не подозревали. Кажется, я погорячилась, когда решила лично подписать пригласительные для всех гостей, взвыла от усталости Оля. Она сидела за кухонным столом поздним вечером, потихоньку попивая апельсиновый сок. — Тебе нужно спать. Бросай это дело! — Виталик погладил ее по спине и чмокнул в плечо. — Вот ты придумала. И зачем так мучиться? Кто оценит твои старания? Ну и будет приятно, когда они увидят свои имена, написанные лично рукой невесты. Это хороший жест. — Ладно, делай как знаешь, — отмахнулся мужчина. — Я уже устал разбираться с этим меню. У меня голова пухнет. Нам срочно нужен помощник, который всем этим займется. От нас пусть требуется только красивыми явиться во дворе сбракосочетания и дарить гостям улыбки. Пара жила в особняке. Решив, что создавать семью в фамильном доме будет разумнее. Трехкомнатная квартира Виталия для этой цели подходила меньше. Мужчину не смущало богатство будущей супруги, и он довольствовался лишь своим заработком. Разбудил Виталий и Ольгу громкий грохот на втором этаже. — Что это? — вскрикнула испуганная Оля. — Я посмотрю, оставайся здесь. — резко подскочил Виталий, натягивая домашние штаны. Он тихо прокрался в столовую на шум, полагая, что со стола просто соскользнула неустойчивая миска. Ольга как раз мыла посуду перед сном. Мужчина включил свет, и взгляд в светлой комнате тут же выхватил испуганного темноволосого мальчишку. Тот замер на месте с выпученными глазами. Щеки были набиты едой. В одной руке мальчик держал надкушенную сосиску, другой — прижимал к себе упаковку к крекеров. — Тише, тише! — Виталий остался на месте, чтобы не напугать ребенка. На вид ему было лет восемь. Но как он сообразил, как пробраться в дом? — Я тебя не обижу. Хочешь, покушай, я не буду ругаться. Только сядь за стол и прожуй нормально. Мальчик оттаял и прожевал сосиску. — А в полицию звонить не будете? — Ну, если ты взял только еду, не буду, мне не жалко, — спокойным тоном ответил Виталий. — Как тебя зовут и откуда ты? — Я Костя, а живу в детдоме. Но я сбежал оттуда, мне там не нравится. Виталий вздохнул и обернулся на шаги. Оля стояла у него за спиной, встревоженно глядя на голодного перепуганного мальчугана. — Не бойся, милый, — сказала она ласково. — Садись за стол. Я тебе налью горячего чая или, может быть, хочешь молока? Поняв, что взрослый не сердится, Костя расслабился и разговорился. Оказалось, родители отказались от него еще в младенчестве. Мальчик о них ничего не знал. В детском доме его обижали. И он всегда мечтал свою маму и спросить, чем он ей не понравился. — Как жаль его! — растрогалась Ольга до слез. — Посмотри, какой он зашуганный. Ему там совсем не место. Она вспомнила свое несчастное детство под опекой государство и никому бы не пожелала подобного. — И что ты предлагаешь? — прошептал Виталий. — Хочешь его взять? — Я не буду против. С той судьбоносной встречи все мысли Оли и Виталика были заняты Костей. Они больше не волновались о свадьбе, а пережили это событие, чтобы прийти в детский дом в качестве супругов. Молодожены решили не терять времени и начали договариваться об усыновлении мальчика. Он воспитывался в том же учреждении, что и Ольга. Ей было не по себе вновь находиться там. Пусть ее жизнь и наладилась. Теперь директором стала Нина Андреевна, с которой Оля не была знакома. — Замечательно, что такие уважаемые люди заинтересовались нашим воспитанникам, — с улыбкой сказала она после приветствия. — Побольше бы деток попадало в такие семьи. — Нам бы хотелось узнать о настоящих родителях Костика, — сказала Ольга. — Вдруг они потом объявятся и заявят на него свои права. Хочется знать, где они, какие они люди и чем живут. Виталий и Оля заранее все обговорили. Они не хотели больше никаких сюрпризов и решили узнать о семье Кости все, чтобы потом не переживать очередное горе. Также им было важно, страдает ли он какими-то наследственными заболеваниями. — Я уже подготовила для вас всю нужную информацию. Нина Андреевна открыла верхнюю папку на своем столе и зачитала. Имя отца неизвестно, а мать Дорохова Александра. Ольга сразу заметила, как изменилось лицо супруга. Он не мог поверить в такое совпадение. Мама Кости была полной тезкой его покойной супруги. Все мысли в голове Виталия перепутались. Он больше не слышал, что им рассказывала Нина. Да и Ольга была обеспокоена его состоянием. — Милый, тебе нехорошо? Выйдем на свежий воздух. Простите нас. Извинилась она перед директором детского дома. Виталий брел по коридору, как в тумане. Жена придерживала его за локоть, боясь, что тот вот-вот рухнет в обморок. — Дорохова Александра. Это имя моей покойной жены. — Нужно срочно узнать все об этой женщине. Это не может быть правдой, — бормотал он. Ольга помогла ему спуститься на лавочку во дворе и погладила по спине. — Думаешь, Костик ее сын? Но почему она ничего тебе не сказала? Ты ведь не знал о его существовании, да? Он не твой родной сын? — Погоди, погоди, дай разобраться, — задумался Виталий. Мы с Сашей познакомились в марте, а Костя рожден в сентябре предыдущего года. Она никогда о нем не говорила, и я ничего не подозревал. Но почему она скрывала? Мы ведь хотели детей, планировали беременность. Саша стала правильно питаться и меня заставляла придерживаться диет. Виталия ошарашила новость. Оля хотела ему помочь, облегчить переживания. Она до последнего верила, что покойная супруга его мужа и мама Кости — разные женщины. Ольга наняла частного детектива, который развеял все сомнения. — Мне жаль, — обняла Оля Виталия. — Костя действительно сын Саши. Может, это и неплохо, мы воспитаем ее мальчика? Наша встреча похожа на судьбу, ты должен был узнать о ребенке. — Ты права. Спасибо, что помогаешь мне, — поцеловал ее Виталик. — Прости, что все вновь сводятся к моей покойной жене. Видно, у нее были причины иметь такой секрет. Виталий и Ольга часто навещали Костю. Мальчик радовался их встречам и принимал подарки, которые ему приносили. — Тетя Оля! — он бросался в объятия женщины, стоило ему лишь заметить ее силуэт через стеклянную дверь. — Я очень соскучился. — И мы по тебе скучали, — трепал его по волосам Виталик. — Сегодня нам разрешили взять тебя с собой на несколько часов. Ты готов отправиться к нам в гости? Улыбка Кости тут же потухла при упоминании особняка, в который он пробрался, словно воришка. — Извините, мне очень стыдно, — пробормотал мальчишка, опустив голову. — Все хорошо. Ты ведь больше так не сделаешь, правда? Скоро тебе не придется беспокоиться о еде или развлечениях. Ольга ласково погладила его по подбородку. — Но и об обязанностях забывать не стоит, — напомнил Виталий. — Мы нашли тебе отличную школу. И когда все документы будут готовы, будешь жить с нами. — Ура! — закричал Костя и обнял своих будущих родителей. Мальчишка испытывал трепет перед огромным домом, в который его привезли. Он не смог обойти его за один визит. Виталий и Ольга показали ему несколько комнат на выбор, чтобы начать обустраивать ее для ребенка к моменту усыновления. — В следующий раз я изучу здесь каждый уголок, и мы поиграем в прятки, — предложил Костя. — Обязательно, — согласился Виталий, пристегивая мальчишку к креслу, чтобы отвезти обратно. После разлуки с Костей Ольга всегда ходила мрачнее тучи. С ним она улыбалась без конца, предвкушая будни материнства, но потом частенько замыкалась в себе. — Милая, что тебя тревожит? Ты боишься не справиться? Думаешь, мы поторопились? — начинал разговор Виталий, но жена уходила от ответа. Он уже и не знал, что думать, как побудить ее открыться. Но потом Виталик понял, что правда намного глубже. Каждый раз, как разговор заходил об Александре, Олю едва ли не трясло. Она избегала взгляда супруга и старалась поскорее перевести тему, постоянно нервничая. — Ну хватит, — как-то остановил жену Виталий. — Что тебя беспокоит? — Скажи же, я не могу постоянно вытягивать из себя клещами. Я переживаю за тебя. Ты сама не своя, как только слышишь имя Саши. Тон мужчины набирал обороты. — Тебе не нравится, что он сын моей бывшей жены? Считаешь, это может нам навредить? Но вместо ожидаемого ответа, Виталий получил покрасневшее лицо супруги и ее дрожащие губы. — Это я во всем виновата! — разрыдалась она, не сдерживая всхлипы. Оля забралась на диван с ногами и обняла колени, уткнувшись в них лицом. Она плакала, прерываясь, чтобы вздохнуть. Виталий был растерян. Он не видел ее такой даже после покушения. В ней так долго копилось что-то тяжелое, а он и не подозревал. — Боже мой, что с тобой такое? — он сел рядом и погладил супругу по волосам. Но Ольга продолжала всхлипывать облокотившись о плечо Виталия. Женщина набрала побольше воздуха и начала свой рассказ. Воспоминания о жизни в качестве сироты почти стерлись из моей памяти. Время было тяжелое, и я старалась меньше думать об этом. Когда у меня появились мама и папа, я и вовсе хотела забыть ту старую жизнь. Но я вспомнила Сашу Дорохову. Я знала ее, потому что мы с ней росли вместе. Это было недолго, всего месяца три. После разговора с Ниной Андреевной я задумалась, где я могла слышать эту фамилию. А потом однажды утром меня озарило. Это ведь та самая Шурочка из детского дома. Когда мои родители пришли выбирать себе дочь, им понравилась Шура, а не я. Мы обе были светловолосыми, с карими глазами и иногда нас даже путали. Только Шура была умная. Она могла перестать шалить перед взрослыми, становилась послушной, а наедине с детьми вновь чудила. Я же была менее усидчивой, поэтому решила, что меня не захочет удочерить ни одна семья. Мне было всего шесть, а я была в отчаянии, уточнила Оля. Я не могла думать здраво. Чтобы не упускать свой шанс, я поменяла наши папки на столе директора. Положила свою сверху, поэтому удочерили меня. По сути, я совершила преступление. — Но ты ведь была ребенком, — недоумевал Виталий. Его шокировала эта новость. — Но я не могу выбросить из головы то, что будто отобрала у Шурочки ее жизнь. Что бы с нами было? Какую судьбу мы бы прожили, если бы не тот мой поступок? Это она должна была стать наследницей всего состояния. Она бы жила роскошной жизнью и, возможно, никогда бы не села в ту злополучную маршрутку и не погибла бы такой молодой. Будь она богата, то смогла бы обеспечить своему сыну достойную жизнь, а не приют. Вот что меня мучает, понимаешь? — Прошлого уже не вернуть, — заключил Виталий. — Ты не знаешь, как бы все обернулось. Вдруг то, что с вами произошло, лучшее, что могло бы быть. И поменяйся вы местами, судьба могла быть еще трагичнее. Ты не можешь отвечать за смерть Саши. Я долгое время жил с чувством вины, и это медленно убивает. Виталий расположился рядом с женой и обнял ее. — Я не держу на тебя зла и не считаю ужасной. По-прежнему тебя люблю и прощаю тебя, если ты в этом нуждаешься. И ты себя прости. Свидания супругов с Костей продолжились. Чтобы он не мучился мыслями о своих биологических родителях, они решили рассказать ему правду. — Твоя родная мама, к сожалению, умерла. — Я хорошо ее знал. Она была очень хорошим человеком, — объяснял Виталик, сидя перед мальчиком на корточках. — Думаю, она всегда тебя любила и никогда не забывала. Костя смотрел на него храбро, еле сдерживая слезы. — А какой она была? Мы похожи? А у тебя есть фото, дядь Виталь? — со слезящимися глазами спросил мальчишка. — Да, фотографии у меня есть, я обязательно покажу их тебе. Мы можем проведать ее, сходить на могилку. Если ты готов, конечно. — Да, я готов. Это ведь моя мама. Ольга была не против, что Костя хочет познакомиться с мамой. Она была готова на все, чтобы загладить вину и перед Шурой, и перед ее сыном, которые могли бы быть вместе. Вместе с Виталием Костя смог приехать на могилу. Он долго разглядывал, улыбающееся лицо с портрета. Мама казалась ему очень красивой. — Думаешь, она меня любила? — спросил паренек, держа Виталия за руку. — Я в этом даже не сомневаюсь. Она была очень доброй. Виталий давно не навещал Александру. Теперь он знал о ней больше и мог ее понять. Мужчина не держал на Сашу зла. Он лишь не понимал, почему она так и не открылась ему. Неужели настолько боялась его реакции, что продолжала скрывать? — А ты, значит, муж? — послышался за спиной голос пожилой женщины. — Бывший муж, — уточнил Виталий, глядя на даму со скромным букетом. — А я Мария Сергеевна, соседка Шурочки. Навещаю иногда ее, бедную девочку, когда здоровье позволяет. — Она мне о вас рассказывала. Говорила, что вы много ее поддерживали, когда она из детского дома выпустилась. У нее тогда никого не было, а многие бытовые проблемы пугали. Вы были единственной, кто откликнулся. — Точно, вот же неумеха она была, — рассмеялась Мария. — А это что, парнишка ваш? Виталик подумал, что Мария Сергеевна могла знать, с кем до него встречалась Александра. Косте было бы полезно узнать и отца, если тот не откажется. — Знаю ли я, обижаешь, — ответила женщина. — Был у нее проходимец какой-то, а она совсем наивная была. Еле концы с концами сводила, а этот охламон тянул из нее последние силы и деньги. Игроком был, помню, даже квартиру ее обчистил. Она беременная, осталась одна, без денег и без помощи. Ребенка бы она никак не потянула. Как же ей работать-то и долги раздавать, когда на руках грудничок? Его же ни на секунду оставить нельзя. Теперь Виталий знал еще больше о прошлом Саше и не осуждал ее. Она была совсем девчонкой, неопытной, неискушенной. До встречи с ним ей приходилось совсем туго. — Поздравляем с переездом! — захлопали Оля и Виталик в ладоши, когда Костик выпрыгнул из машины. Теперь особняк казался ему более приветливым. Он стал его домом. — Идем скорей за стол! — позвала его Ольга. — У нас там столько всего вкусного и даже торт есть! — Большой? — уточнил мальчик, широко распахнув глаза. — Огромный! — рассмеялся Виталий. Они с супругой вытащили из багажника все вещи Кости и отправились в дом. Мальчишка сразу пошел в свою комнату, чтобы рухнуть на постель и прокрутить в голове мысль — это моя комната. У Кости еще никогда не было ничего своего, только зубная щетка и одежда. Теперь же новые родители купили ему кучу игрушек, разложили в шкафу крутую одежду. Над письменным столом висела полка с познавательными книгами и комиксами. У него даже был свой ноутбук. — Теперь я должен называть вас папа и мама? — спросил Костя за столом. Супруги переглянулись. — Не обязательно, — улыбнулся ему Виталий. — Если тебе самому захочется, тогда и называй. — Хочется, папочка. Я всегда мечтал о семье. Я буду вас так называть. — Вот и хорошо. — Оля погладила его по спине, чтобы не торопился и хорошо прожевывал. Уже три месяца Костя жил под одной крышей Виталия и Ольги. Он совсем освоился на новом месте и расслабился. Теперь мальчик считал особняк своим домом и не боялся здесь ничего. Родители разрешали ему звать к себе одноклассников и вместе играть на приставке. Ольга чаще всего была дома, но иногда оставляла с Костя няню. Именно она первой забила тревогу, когда заметила, что мальчишка похудел. — Ольга Николаевна, сдайте кровь. Это ведь может быть диабет. Сына моей подруги забрали в больницу в диабетической коме. Оказалось, у него повышен сахар, а они и не предполагали. — Спасибо вам, Екатерина Вячеславовна. Я даже не думал, что он может чем-то болеть. Решила, что он по лестнице туда-сюда мотается. Вот вещи и стали висеть. Результаты анализов поразили Виталика и Олю. Они схватились друг за друга, потому что ноги подкашивались. — У вашего сына лейкоз. Требуется срочная трансплантация костного мозга, — сообщил доктор. — В первую очередь, сдайте анализ на совместимость. Если не подойдете, найдем другого донора. — Господи, мне нужно на воздух. Ольга на ватных ногах добралась до лифта, еле сдерживая тошноту. Такого страха она никогда не испытывала. У них все только-только наладилось, их семья была счастлива, но ужасный диагноз застал супругов врасплох. — Как же мы ему поможем? — хмуро проговорил Виталий, идущий рядом. — Бедный наш мальчик. Он ведь был так рад. Он же… и замолк, чтобы не расплакаться. — Нужно срочно сдать анализы. Немедленно. — Мы не можем тянуть, Виталий, не можем. Я никаких денег не пожалею. У Ольги и Виталия взяли пробы костного мозга уже на следующий день. Пока они боялись рассказывать сыну правду. Надеялись, что смогут срочно провести операцию и забыть об этом кошмаре. — Ольга Николаевна, вы приходитесь к Косте родной матерью? — спросил доктор. — Нет, мы его усыновили пять месяцев назад. — Хм, интересно. Анализ показал, что вы родственники. — Как? Анализ может ошибаться? В лаборатории явно что-то перепутали. Сознанием дело вмешался Виталий. — Постойте, это все не важно! — встряла Ольга в разговор. — Значит, я идеально подхожу на роль донора? — — Да, Ольга Николаевна. Лучше вас кандидата вряд ли мы найдем, — подтвердил врач. — В наших силах провести операцию уже в ближайший четверг. — Слава Богу! — хором отозвались супруги. — Делайте все, что угодно, — распорядилась Оля. — Только вылечите нашего мальчика. Я готова на любые затраты. Нам нужны лучшие хирурги. И никаких интернов или стажеров или кто там у вас бывает. Тревожное настроение родителей передал усикости. Он чувствовал, что с тем походом в клинику что-то не то. Ему ничего не объяснили. Но он не был дураком. — Пап, я скоро умру? — спросил он, подкравшись к Виталию, когда тот сидел за ноутбуком. Мужчина изучал болезнь сына и тут же захлопнул крышку, пытаясь не выдать своего волнения. — Что? — С чего ты взял, сынок? Откуда у тебя такие мысли? — Мама постоянно плачет, я видел. Запирается в ванной, чтобы не слышно было. А раньше она не плакала, до похода к врачу. — Понимаешь, сынок, не надо меня жалеть. Я ведь сирота и многое знаю. Ты мне про маму честно рассказал и даже на могилу отвел. Ты ведь сам врач, скажи сейчас. Виталий никогда бы не подумал, что девятилетний мальчишка может быть таким сообразительным и зрелым. Сейчас им всем не хватало решительности, а маленький Костик выглядел стойко. — Хорошо, ты прав. В силу возраста Костя не смог прочувствовать всю опасность своего положения. Он выслушал отца спокойно, не испугавшись. — Но мне же скоро сделают операцию. Я поправлюсь. Обязательно. Костя положил руку Виталику на плечо и с улыбкой сказал. — Не бойся, пап. Все будет хорошо. Пойду обниму маму. Ольга тяжело переживала болезнь Кости. Теперь у нее болела душа из-за ребенка, который оказался ей родным по крови. Чтобы докопаться до истины, она вновь прибегла к услугам честного детектива. Роман Борисович был профессионалом своего дела и смог оперативно найти интересующую Ольгу информацию. Когда все было готово, он приехал в особняк, чтобы лично доложить о результатах расследования. — Роман Борисович, проходите, пожалуйста. — взволнованная Ольга пригласила гостя. — Выпейте чашку чая или кофе. — Не откажусь от чая, черного. — ответил он и сел в предложенное кресло, глядя на прислугу. Та застыла в дверях кабинета, ожидая распоряжений. — Приступим к делу. Я все выяснил, Ольга Николаевна. Вы действительно состоите в родстве с Костей, потому что он ваш племянник. Его мать, Александра Дорохова, ваша родная сестра-двойняшка. Вы росли вместе и не подозревали этого? — Нас часто путали, — проговорила шокированная Оля, раскрыв рот от удивления. — Погодите, но мы попали в детский дом в разное время. Я помню, что Шура появилась намного позже. — Все верно, Ольга Николаевна. Вас поместили в детдом в два года, а Александру позднее. Я разыскал вашу мать и покопался в ее прошлом. Если вам интересно, ее зовут Надежда. Она еще жива, хотя чувствует себя очень плохо. Алкоголизм никому не идет на пользу. — Надежда была в бедственном положении, когда родила вас с Александрой. Потом стала часто расслабляться в компании некоего мужчины с бутылкой крепкого спиртного. Чтобы облегчить себе жизнь, вас она сдала в детский дом первый. — Значит, этот мужчина не мой родной отец? — уточнила Ольга, пытаясь понять правду о своей семье. Она знала, что у родных была трудная жизнь, но в это не хотелось верить. Грустно, когда люди меняют своих детей на то, чтобы уйти в запой. — Ваш отец погиб в тюрьме. Ваши родители расстались, потому что он сел за разбой. Характер у него был склочный. Там он участвовал в потасовке и погиб в первый же год отсидки. — Да, мама моя недолго горевала, — хмыкнула Ольга. — Когда ваша мать начала пить, ей стало не до Александры. Маленькая девочка постоянно требовала к себе внимания, на нее приходилось тратиться. Какие-то материнские чувства в ней все-таки оставались, поэтому она старалась кое-как ухаживать за дочерью. Но мужчина Надеждой вообще не желал иметь с детьми ничего общего. Он вынудил избавиться от Сашеньки с помощью манипуляций. Надежда в полной мере ощутила, как тяжело ей живется без мужчины и боялась потерять своего приятеля. В конце концов, она передала в детский дом и вашу сестру. Роман Борисович прервался на несколько минут. Ольге уже хватило услышанного. Она сдавила пальцами виски, которые гудели от боли. Почему она не узнала о наличии сестры раньше? Если бы она знала, она ни за что бы не позволила Шуре жить в однокомнатной квартире с ненадежным мужчиной, который бросил ее беременной. Она бы настояла перед родителями, они смогли бы ей помочь. Оля смахнула слезу, понимая, что жила в абсолютном неведении. Наслаждалась своей шикарной жизнью в роскоши и не знала, в каких условиях на тот момент жила ее родная сестра. — Ольга Николаевна, вы в порядке? Готовы продолжить? — Роман Борисович коснулся ее плеча, обращая на себя внимание. — Да, конечно. Ольга провела ладони по лицу, смахивая навалившуюся усталость. — Так почему же мы ничего друг о друге не знали? — Надежда сдала вас в разные детские дома. К тому же, Александра носила ее девичью фамилию, а вы — фамилию по отцу. Потом в детдоме, где содержалась Саша, произошел несчастный случай. Сгорел корпус с младшей группой. Детей раскидали в учреждения по области. Так вы и встретились. Из-за разных фамилий руководству вашего детского дома не смогло выявить ваше родство. Дальше вам все известно. Ну и, так как вы не были близняшками, а только двойняшками, не были вы уж настолько похожи, чтобы признать вас сестрами. Оля еще с минуту сидела в задумчивости, а затем спохватилась. — Спасибо вам, Роман Борисович. Когда Ольга рассказала вернувшемуся с работы Виталию все новости, тот поначалу не поверил. — То есть ты, Саша, родные сестры? Боже! Обе мои жены двойняшки! Не могу поверить! — вздохнул он, то ли от восторга, то ли от недоумения. День операции Костя всю семью привел в состояние тревожности. Он сам тоже волновался, но старался не показывать страха перед родителями. Они без того места себе не находили, но перед сыном играли спокойствие и уверенность. — Тебе не о чем переживать, — Виталик заключил сына в объятии. — Вы с мамой в руках лучших врачей. Они умеют делать невероятные вещи. Да и ваша операция пустяковая. — Я не волнуюсь, пап. Знаю, что скоро все закончится, и я буду здоров. — Вот и отлично. Держись, малыш, мы будем рядом. Часы тянулись мучительно долго. Тимофей даже задремал немного на плече у друга. Виталий не мог выбросить отец головы все трагедии, которые с ним произошли. Однажды он уже терял жену. Он не может лишиться семьи снова. Слова утешения самому себе не помогали. Успокоить Виталика могло лишь появление врача. Но когда тот появился в зале ожидания, выискивая его глазами, у мужчины на миг перехватило дыхание. — Вы отец, Костя? — Да, я… Как он? — Состояние стабильное, сейчас в реанимации. С вашей супругой тоже все хорошо. Она освободилась раньше, но так разнервничалась, что мы дали ей успокоительное и переместили в полоту. — Спасибо вам, доктор. — Виталий силой сжал руку мужчины и потряс ее. — Спасибо, что сохранили им жизнь. — Берегите себя, коллега. Виталий думал, что почувствует облегчение и сможет успокоиться, но его охватила такая усталость. Он поехал домой и сразу залез в кровать, ведь Костя его пока не пускали. Вскоре мальчишку выписали. Костя заметно ободрился за время, проведенное в клинике. Он много спал и развлекался с просмотром мультиков в отдельной палате. Ольга принесла его любимые игрушки, чтобы обстановка не казалась ему чужой и пугающей. Тревога за сына не отпускала Олю. Теперь она следила за ним тщательнее, контролировала его питание и досуг, все еще не оправившись от пережитого. — Начни уже доверять жизни, — посоветовал супруге Виталий. — Знаю, она отняла у тебя многих, но позволь Костику дышать свободно. Ты ведь не можешь опекать его всю жизнь, он чувствует давление. Посмотри, какой он бодрый и счастливый. Виталий указал в окно, выходящее во двор. С высоты третьего этажа им было видно, как Костя резвился на газоне со светлым щенком. Ролли родители подарили ему после выписки. Мальчик и щенок сразу стали неразлучны. Питомцу даже разрешалось спать вместе со своим хозяином. — Ты прав. Мне нужно отпустить болезнь. Костику больше не нужна моя опека. Оля никак не могла заставить себя встать с кровати и отправиться завтракать. Никакого настроения есть у нее не было. Тошнота не позволяла. Женщина совершила несколько забегов к уборной, пока в голове не появилась мысль. Она беременна? Ведь они с Виталиком давно планировали малыша. Но болезнь Кости напугала Ольгу. Возможно, включила какой-то блок. И ей было страшно рожать ребенка и выпускать в опасный мир. В аптечке у нее был тест на беременность, которым она и воспользовалась. Все три теста показали положительный результат. Ольга тут же бросилась к телефону и отправила фотографии Виталию. Тот позвонил незамедлительно. — Это твои? Это точно? — почти прокричал он в трубку. — Конечно, ты же врач. Ну что за вопросы? — рассмеялась Оля. — Как видишь, мы теперь вдвойне родители. Ой, что-то мне опять нехорошо. — Ложись в постели и не напрягайся. Приеду домой, зацелую тебя. Костя наблюдал за тем, как папа наливал краску и окунал в нее валик. Семья решила оформить комнату для малыша самостоятельно. Сделать все своими любящими руками. — Я тоже хочу покрасить стены для братька. — заявил мальчишка, протягивая руку. — Вот тебе кисточка, сынок. Валиком каждый возить умеет, а кисточка предназначена для самой аккуратной работы. Будешь закрашивать мелкие детали. Костя обрадовался, что ему доверили самую ответственную работу. И приступил к делу. Он мазюкал кистью там, где указывал ему Виталий. Костя выглядел забавно, высунув при этом кончик языка от усердия. — Боже, запах краски просто обалденный. В дверном проеме появилась Ольга с приличного размера животиком. Облокотившийся косяк, она вдыхала неожиданно приятный аромат. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилась история, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Спасибо и всего доброго.